Приветствую, друзья и гости канала, всем огромнейший привет и конечно в первую очередь хочу поздравить вас с Святой Пасхой, действительно хороший светлый праздник и единственное, что конечно этот светлый праздник все проводят в четырех стенах, потому что я с утра насмотрел все видеоролики, где в Москве оштрафовали в основном бабушек и дедушек, вот на эти 15, 40 тысяч рублей, ну бред конечно и смотрел как там гулящую там пару там тоже там прикапывались, что там вдвоем гуляет с одной собакой, типа один должен был погулять с собакой и так далее, все это я с утра насмотрелся и понимаю, что наверное этот праздник, который ассоциируется, не знаю как у вас, но у меня ассоциации от Пасха, это зеленые листочки, это солнышко и это конечно же уже первый сигнал тому, что наступает долгожданное лето, когда я жил в Орске, я эту Пасху ждал, я не знаю как, и потом понимал, после Пасхи шли у нас майские праздники и так далее, так далее, так далее, я понимал, что все начинается у нас хорошо и тому подобное, здесь конечно же, я сейчас проезжаюсь по Воскресной улице, особо много народу здесь на улице сейчас нет, и в целом там половина людей ходит в маске, половина без масок, конечно как в фильме ужасов, ну ничего страшного в этом нет, бывает еще две недели как минимум сидеть на карантине, ну а мы давайте потихонечку все-таки возьмем с вами и посмотрим, что же интересного такого происходит, Краснодарский край стал первым регионом, куда доставили благодатный огонь из Иерусалима, ну вот я тоже прочитал, думал, как же так-то получилось, у нас же карантин, как же так? По итогу самолета, говорит, огонь, передали, здесь какой-то человек там в специальном мандировании взял, отвезет его в храм, и в храме уже там соберутся только свои, а уже все мы, простые смертные, сможем все это наблюдать в прямом эфире, точнее уже наблюдали в прямом эфире, где-нибудь, не знаю, там, сидя у себя дома, короче, ну не приходя в храм, ну бред, конечно, ну так оно и есть, ну в общем, подстраховывается, депутаты призвали правительство выплатить по 25 тысяч рублей каждому россиянину, каждому, ребят, россиянину, это тоже, я думаю, что это круто, ну действительно это круто, и другое дело, что призвали, но другое дело, что, скорее всего, никто не примет, да, потому что карантин у нас официально не объявляли, ничего, но я думаю, такая поддержка была бы неплохая, ну сколько вот я знаю, вот, например, у меня есть знакомая девочка, да, она работает в банке, да, кредитным специалистом, но от того, сколько она выдала кредитов, от того зависит ее зарплата, соответственно, она сидит месяц, и по сути она не может ничего заработать, там у нее ребенок, там у нее ипотека и так далее, и таких людей, как она, ну очень много, поэтому я считаю, что, наверное, все-таки правительство должно быть, да, как минимум по 25 тысяч выплатить здоровому человеку, да, в старше 18 лет, если до 18 лет, то 15 тысяч, потому что на что-то надо кушать, на что-то надо передвигаться, нет, наверное, скорее всего, кушать и отдавать кредиты, ну вот как бы так, не знаю, я, в принципе, в этом отношении поддерживаю. В Сочи внезапно умер велосипедист, как предъявился, ну тоже непонятно, вроде солнца нет, чтобы солнечный удар был и так далее. Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом. Астрономы напомнили, что Земле приближается огромный астероид, поэтому будьте аккуратны. Новые правила, все гости Краснодарского края должны отсидеться 14 дней в изоляции, ребят. Что это означает? Вы можете приехать в Сочи, но 14 дней вы должны будете отсидеться в изоляции, поэтому въезд в Сочи свободный. Оперативники в заповедниках в Сочи спасли новорожденных бельчат, ну тоже прикольно. Ну и, соответственно, ночное мародерство в Сочи, разули кардшеринг. В общем, все эти четыре колеса взяли и сняли. К чему? Ну, я думаю, что еще две недели люди посетят в изоляции без работы, еще две недели, и будут разувать не только кардшеринг, но и все остальные машины. Потому что, ну, людям-то жить хочется, и кучать хочется, и как, не знаю, как кто-то говорил в кино, да, если вдруг мне нужно будет прокормить семью, и нужно будет там что-то там сделать, то я, если не получится заработать, пойду и украду. Потому что мне нужно кормить свою семью. Ну и, соответственно, вот не первые у нас, понимаете, появились ласточки. Все прекрасно понимают, что, как бы, не просто так, не просто так это все у нас случилось, и, говорю, у нас никогда в жизни не было в Сочи, вот я живу четыре года, чтобы там, не знаю, там, чтобы там колеса снимали, там, или еще что-нибудь, фару чтобы снимали. Ну, здесь у нас уже такая вот штуковина произошла, как, кстати, не есть хорошо. Доплата за риски медики в Сочи получат надбавку до 130 тысяч рублей. В общем, 135 тысяч рублей, это высший персонал, те, которые работают с теми людьми, которые заразились с коронавирусом, 75, которые поменьше, и 40 еще, которые поменьше, медсестры и так далее. Ну, надеюсь, это просто не слова, а это все сделают. Дополненный перечень организаций, которые могут работать в Сочи во время карантина, это мебельные салоны и тому подобное. Поэтому, ребят, тоже, если вдруг у кого-то там мебельное производство и так далее, вы можете спокойно на законных основаниях с понедельника работать. В Сочи мужчина пырнул ножом свою престарелую любовницу в день празднования. Ну, бывает, что же делаешь. Вот, видите, да, вот, даже... А, не буду. Еще одна-то не буду. В Сочи ради развития горнолыжного курорта ничего не делает. Так вот, ребят, это все новости. Еще раз хочу поздравить всех с Святой Пасхой. Это первое. Второе. Хочется, чтобы уже наконец-то закончился этот прекрасный карантин. Я думаю, что все уже начинают сходить с ума, начинают резать любовниц, начинают престарелых, начинают в свою очередь уже покушаться на чужое добро. Вон, кардшеринговую машину разули, разбули, обчистили, унизили, уничтожили. Не знаю, что еще можно подобрать. Ну, и, конечно же, вчера тоже заходил в магазин. Рядышком пока стояли очередь за ключом. Очередь на улице какая-то интересная. И пока мы там прождали, соответственно, тоже опять сказали те же самые продавцы, что алкоголь, ну, алкогольная продукция увеличилась в продажах на 50%. Представляете ли, на 50% увеличились продажи алкогольной продукции. А все почему? Потому что люди сидят дома и бухают. Самое интересное, я сегодня смотрел сюжеты, как, например, спортсменов, которые вроде бегают с утра. Я тоже хотел сегодня с утра пробежаться, одеть камеру на лоб и показать вам такой маршрут, где можно было преодолеть данное расстояние. Но, 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 но понимаю, что, скорее всего, если я буду бегать, то я никак не смогу отмазаться профессионально. Потому что, ну, потому что это не в неправильном. Потому что это будет с моей стороны как-то неэтично. Ну и вот, соответственно, как бы так. Наверное Из новостей На сегодня все И что хочется сказать Ребят, не болейте Держитесь Самое тяжелое Что все сейчас оказались как в тюрьме Самое тяжелое для человека Это будет изолировано от общества Самое тяжелое Это когда Тебе берут И нарушая конституцию Тебе берут и искусственно ограничивают свободу Это конечно не есть хорошо Поэтому ребят Если вдруг Ладно, не буду все Скоро тем более Скоро мы будем с вами Новую этот Новую конституцию Скорее всего осваивать Вот как бы так Все, всем добра Всем хорошего настроения А, и вот еще В предыдущем видеоролике Там некоторые из вас Бомбили по поводу того Что я не всегда хорошо Отзываюсь о владельцах правых рулей Да ребят Я как бы к ним нормально отношусь Просто мне не нравится Когда вы до фанатизма Начинаете защищать Правый руль Это самый лучший Ну ребят Пересядите-ка я на левую руль Поедете Мне как бы знаете За мою практику Автомобильную Я уже столько раз Наблюдал одни и те же картины Когда люди вот так вот с педной арта кричали Что правый руль Самый надежный Самый все А как только они Какие-то чудесным образом Начинали зарабатывать Как только чудесным образом У них включался мозг Как только они начинали Ну знаете Бывают люди Некоторые тупорылые Ну вот как бы Такие вот Которые Ну так знаете Он начинает там Делать Например Вешать вешалку Да И например Крутит Например отверткой Ему говоришь Блин Вот возьми шуруповер Будет удобнее Нет Давай я буду так Старим Медовским способом Говорит Возьми шуруповер Да нет Это все ваши новые Прибуты Это все ерунда Вот мой дед Так крутил Я буду крутить А потом один Прекрасный момент Он берет Как бы втихомолку Да Пока никто не видит Он берет шуруповер Вот так Раз И понимает Что оказывается Может быть раз И все О нифига себе Для себя Он делает открытие То же самое Это касается И То же самое Это касается И правого руля Да Правый руль Круто 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 Особенно тех людей Которые пересели С семерочки С шестерочки А когда они садятся На нормальную левую руль Когда они могут Нормально обогнать Когда они нормально Подъезжают к паркингу Когда они нормально Подъезжают к Макдональдсу Когда они Ну нормально Как бы И все Не являются Трансвестюгами Конечно Уже мнение меняется однозначно поэтому что я могу сказать раньше такие же были упоротые у нас и в омске были в новосибирске и так далее а потом все-таки потихонечку 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 до них дошла цивилизация в омске левую руль особо не сможешь найти новосибирске тоже не сможешь найти ну у нас остались вот хабаровск там что там у нас еще владивосток где там они до сих пор как бы с ума сходят что прав руль это это не знаю верх инженерной мысли на самом деле ребят просто как бы во первых нужно дорасти нужно дойти поэтому не хочу никак хейтить правую руль как бы хотите ездить с рулем в бардачке ради бога ездите ну как просто мне не надо навязывать свою точку зрения что прули то круто и так далее я считаю что прули то извращение как бы меня свою точку зрения навязывать не нужно все ребят вам всем пока приехал я по просьбе вчера я снимал прямой эфир и попросили меня посмотреть коттедж поселок сани hills вот сейчас доехал хочу посмотреть что же он из себя представляет а теперь ребят всем пока и спасибо за просмотр